Триумф Триумф Первый владелец в России Мотоцикл с Японии С аукциона, есть статистика По статистике оценка Ну там есть трешка за движок Все остальное четверка, пятерка То есть в принципе оценки неплохие Значит Значит я такое что думаю Сперва думаю Ну типа ехать, не ехать Типа ну какой смысл 2003 год, что там может быть Ну что там смотреть От мотоцикла скорее всего ничего не осталось То есть я был уверен что все плохо Человеку об этом Написал сразу То что ну типа 2003 год, особо ничего ждать не приходится Вот, убедился в том Что он это понимает Что это не пацан Который знаете Ну есть множество людей Которые ожидают от таких мотоциклов Идеального состояния Они думают что А еще цена кстати интересная 300, по-моему 10 тысяч рублей Сейчас он стоит Мотоцикл в продаже полгода С января я на это все смотрю Думаю ну блин цена очень низкая Таких просто не бывает В продаже полгода Ну думаю блин Ну как бы там все плохо скорее всего Ну человеку об этом сказал Я говорю он Все равно Говорит надо смотреть Я говорю ну окей Типа посмотрим Приезжаю Йоу А тут короче реально нормальный мотик Я короче вообще сейчас в шоке был Сейчас вам расскажу Но То есть сразу говорю Ребят Эта ситуация одна на сто Наверное Одна на сто ситуация В большинстве случаев На таких мотоциклах Действительно все совсем плохо Конкретно сейчас Что могу сказать Про этот аппарат Весь За исключением поворотников За исключением Ну парочки колхозных элементов Типа удлинителей крыла За исключением лампочек В паре За исключением этого Короче весь мод оригинальный Весь мод как с завода был Так и есть Весь целый Ни кривой Ни косой Рама Рама целая Вся Все швы вообще Ну как бы в идеале Движок тоже весь целый Крышка в том числе Есть коцки Единственное на глушителе Небольшая коцка С вмятинкой Ну как Ну не то чтобы небольшая В принципе Ну не Ну небольшая Небольшая Вот И Где то блин еще А на зеркале На зеркале Короче Коск В общем ерундовые повреждения На мотоцикле Весь остальной Вот реально весь Целый То есть без аварии Серьезных Без падений Там и так далее Ржавчины На мотоцикле Минимум Вообще Прям практически нету Бак Пластиковый Поэтому он заржаветь не может Бак Пластик Все в родной краске Бак Пластик Целые Подрамник Ну короче Ограничители Рулевые Радиатор Все элементы Которые повреждаются В падениях Они все целые Вот Значит что еще Интересного Движок Заводится Работает нормально Естественно Движок Ты не определишь На 100% При таком Осмотре Но Вот ну То что можно Определить При Осмотре Да В полевых условиях Ну реально нормально То есть обороты Держат все Коробка переключает Нормально На месте Сцепление там Не ведет Ничего такого Не бьет Реакция на газ Хорошая Никаких посторонних Звуков Глушитель родной На мотике Ну в смысле Не прямоток Тихий Дыма нет Ну корни Ну а не В данном случае Он как раз троит Потому что Три цилиндра в ряд Так что Троит Короче Это плюс В данном случае Что еще По расходникам Ну по расходникам Не все идеально Сейчас расскажу Значит Резина Износ Перед 50% Примерно Половина Зад Износ Больше половины При этом Она свежая 19-го года Диски Тормозные Износ Небольшой Передних Я имею ввиду Их еще Хватит Ну На лет На 20 В общем На следующие Ну то есть Реально Износ Небольшой При минималке 4 Сейчас толщина 4.35 В среднем И при этом Как бы Они Поверхность В просто Хорошем состоянии Задний диск Менять Требует замены Колодки И перед Азад Хорошие Ну соответственно Задние Я не знаю Я бы Как Такой Экономист Я бы Доездил Эти колодки Только тогда Заменил диск Но задние колодки Там минимальный Износ Так что Это еще долго Надо будет ездить Дальше По расходникам Вилку не видно В данном случае Потому что Она закрыта Гофрами Не стандартными Стандартные Есть в наличии Отдает их Соответственно Вилку Толком не проверишь Она там На этом Гофра На кабельной стяжке Ну блин Я ее не буду Резать Чтобы проверить Цепь Ну На первую Ну сейчас Короче Нормальная Цепь Также нормальные Звезды Заднюю звезду Видно Хорошо Так что Ну все В принципе все Расходники закончились Аморт Тут в данном случае Не видно Течет Или не течет По расходникам Вот такая вот история По работоспособности По движку Я в принципе сказал Уже по коробке Электрика осталась Электрика вся работает Единственное Вот я говорю Спереди Лампочки неродные Светодиодные Я бы их заменил Я бы их заменил В остальном все хорошо Все работает Еще неродное Это гудок Гудок стоит Улитка Ну гудит Хорошо Ну как бы Я не фанат Таких вещей Вот Но это ерунда В принципе Вот такая вот история В остальном Ребят Ну просто По всему основному Реально Мод в отличном состоянии Вот Ну это вот Вы понимаете Не стоит рассчитывать На таких мотоциклах На такое состояние Это реально Ну один из ста Это один из ста Причем Вот чем реже Чем более редкая модель Например Вот Triumphs Street Triple 955 Да Модель очень редкая В России Тем Больше вероятности Вот по моим Наблюдениям Что Мотик будет Реально В хорошем состоянии Потому что Если взять Мотоциклы Такие стандартные Да там CB400 Hornet Фазеры FZ6 Особенно И диверсия Тоже То Они Ну Еще Больше Вероятность Того Что там Все Вообще Плохо Вот А здесь Чем более редкий Мотоцикл По какой-то причине Тем больше вероятность Того Что он будет В порядке Короче По поводу того Что долго Не продается Я как бы Поговорил Мужик абсолютно Адекватный Нормальный Веселый Поговорил Значит Ну Что рассказал Да То что Они живут далеко 350 километров От Москвы Переехали сейчас На дачу С супругой И Говорит Просто Лень Типа Ездить Каждому Ну Он так не сказал Но Было понятно Что Типа Каждому Дурачку Показывать Лень Ездить Потому что Говорит Приезжают Абсолютные Мутанты Зачастую И какие-то Идиотские Предъявы Идут Вот И Я ему верю Кстати В этом плане Потому что Реально Ну Такой рынок В России То что И среди Продавцов Полно Мутантов И среди Покупателей К сожалению Тоже Особенно Причем Вот на Такие Мотоциклы Я говорю Все ждут Что такие Мотоциклы Вот Должны быть В хорошем Состоянии И что Вот типа Ну Вот эта История То что Типа Да мне Год не Важно Мне главное Состояние Йоу Чувак От Года Очень сильно Зависит Состояние И в среднем Вот Мотоцикл Допустим 2003 Года Сейчас 2022 Это просто Хлам Ну В большинстве Случаев Так и Есть И вот Такие Вот Как этот Аппарат Он Как бы Тоже Не в идеале Тоже Ну Как бы Если брать Все мотоциклы Нельзя сказать Что этот В отличном Состоянии Да Он в хорошем Состоянии Но для Своего Года Это просто Можно сказать Идеал Вот Такая вот История Плюс У продавца Сейчас Были Проблемы Ну я Не буду Вдаваться Короче Здоровьем Проблема Поэтому Тоже Не до Мотоцикла Было Ну в общем Вот такие Сложности Короче Я Ну как бы Ему верю Да В данном Случа Потому что Я говорю С мужиком Поболтал Мужик Нормальный Адекватный Абсолютно У мужика Кстати С его слов Было 32 мотоцикла За его жизнь За 20 лет Активной езды На мотоциклах 32 мотоцикла Говорит Менял По несколько В сезон Просто По приколу Сейчас Это тоже Не единственный Его мотоцикл У него есть Второй Кавасаки Вот я только Модель не запомнил 750 Короче Как Как вот мой Типа В полу Обтекателя Дорожник И он на нем Ездит Короче Ребята Вот такой осмотр Неожиданная Блин Развязка Для меня Абсолютно Нормальный Мотик 2003 года Пробег Пробег 40 тысяч Указан Ну я думаю Плюс-минус Такой он и есть Ну во всяком случае Не 60 точно Скорее всего Вот 40 Если не такой То 40 Ну 50 Может И Самая главная Цена мотоцикла 300 тысяч 300 тысяч Это даже смешно В общем Если бы сейчас Вот покупатель Не забрал его А он его забирает Я ему сейчас Написал сразу Пока там на месте Отчет дал Он его забирает Естественно Потому что покупатель Адекватный Абсолютно Человек В данном случае Если бы он его Не забрал Короче Я бы его забрал Скорее всего Просто чтобы он Никому не достался Больше Из того разряда Сам бы покатался И естественно Если продавать За него Надо ставить Нормальную цену Вот такая ситуация Друзья Так что Блин Если перекупы Там какие-то Искали Мотик То вы обломались Ребята Зря не поехали сюда Здесь реально Для вас Просто рай А мужик Продавец Он короче Ему надо продать То есть он говорит Ну он короче Заколебался его продавать Говорит полгода Реально вот Ну никто не покупает Приезжают мутанты Смотрят Уезжают Типа за 250 Отдашь Ну короче Вот такая история Поэтому Он Рад только будет Его продать Адекватному человеку Мне кажется Даже если Ну Сразу сказать ему Что я покупаю На продажу Он его все равно Продаст Так что Вот такой интересный Осмотр у меня выдался Друзья Надеюсь Видео тоже Было интересным Собственно Не стандартная Ситуация Поэтому И Ну как бы Позитивная Ситуация Поэтому Вам интересно О ней Рассказать Все друзья Надеюсь Было интересно Всем удача Всем респект Друзья Друзья Вы же не успели Забыть Про компанию Мотостил На всякий случай Я все же напомню Есть такая компания Она возит мотоцикла С японских аукционов Под заказ Делает это хорошо И уже давно Так что Если у вас есть идея Купить мотоцикл В Японии И привезти его в Россию Напишите им Они вас проконсультируют И Если вы решитесь То подберут Закажут Растаможат И доставят вам Все ссылки Под видео